Полиморфизм данного класса будет одна общая таблица виртуальных методов Для того, чтобы связать объекты с соответствующими таблицами виртуальных методов в объекты полиморфизм добавляют указатели на таблицу виртуальных методов То есть, если у нас в некотором классе были два поля name и age и, соответственно, объекты этого класса хоронили данные этих полей то в тот момент, когда мы в этот класс добавим виртуальный метод и данный класс станет полиморфным в объекты данного класса будет добавлен указатель на таблицу виртуальных методов Это некоторое неявное поле К нему нельзя получить доступ стандартными средствами C++ Это можно сделать при помощи приведения указателей но для этого надо знать о конкретной реализации таблиц виртуальных методов в компиляторе, о платформе и прочее Стандартные средства это не предполагают Но идеологически это так в каждом объекте будет храниться указатель на таблицу виртуальных методов которые соответствуют классу данного объекта Соответственно, у всех производных классов данного этот указатель на таблицу виртуальных методов также будет присутствовать Например, если у нас есть некоторый производный класс student от класса person то в начале объекта этого класса присутствуют все данные объекта типа person то есть данные соответствующие экземпляру класса person и в том числе указатель на таблицу виртуальных методов Соответственно, если мы общаемся с такими объектами через указатель на базовый класс то вне зависимости от того указывает данный указатель на базовый класс или на производный указатель на таблицу виртуальных методов все находятся в одном и том же месте но обычно это в самом начале объекта При вызове виртуального метода вызов происходит не по адресу как было бы в случае с обычным методом то есть при вызове обычного метода в момент компиляции вместо вызова будет подставлен адрес конкретного метода, который здесь нужно вызвать В отличие от этого при вызове виртуального метода в то место, где метод вызывается подставляется не адрес, а номер метода в таблице виртуальных методов Например, если мы вызываем некоторый виртуальный метод occupation то вместо вызова этого метода будет подставлен номер этого метода в таблицу Например, если номер этого метода в таблице 1, то такой вызов будет соответствовать вызову некоторого метода, адрес которого хранится в таблице, на которой указывает неявный член данных объекта типа person. Соответственно, мы просто обращаемся к этой таблице, к элементу в ней и вызываем метод по адресу, который там хранится. Таким образом, мы достигаем динамического полиморфизма. То есть, если у нас указатель P указывает на объект типа person, то будет вызван метод occupation, соответствующий классу person. Если P указывает на объект типа student, то будет вызван метод occupation, который соответствует методу student. Если P указывает на какой-то другой производный класс от класса person, то будет вызван метод, соответствующий этому классу. Данный указатель инициализируется в конструкторе и таким образом, это тоже происходит неявно, таким образом у каждого объекта класса производного класса person будет этот указатель и этот указатель будет проинициализирован адресом соответствующей таблицы. Продолжение следует... Продолжение следует...